Сегодня в сквере по улице Даватора в городе Черкесске в преддверии 105-летия пограничные службы открыли аллею прославленных россиян-защитников государственных границ. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда». На торжественном мероприятии побывал наш корреспондент Артур Мхце. Эти кадры репортеры вестей снимали в Черкесске примерно год назад. В то время уже было известно, что продолжение сквера по улице Даватора участвует во всероссийском голосовании в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Жители региональной столицы проявили активность за благоустройство двух представленных проектов, в том числе за преображение аллеи около погрануправления по Карачаево-Черкесии. И вот в преддверии очередного юбилея службы горожанам представили новый улучшенный облик знакомого многим места. Во время торжественной части было зачитано поздравление от главы региона Рашида Тимрезова. Сегодня летопись нашей республики. Мы с вами вписываем еще одну знаменательную страницу. Открываем аллею пограничной славы. Я уверен в том, что благодаря зривым воплощениям мужества, героизма и самопожертвования удастся сохранить и передать будущим поколениям частицу истории. Самое великое, что есть у народов – память о подвигах предков. Это знак памяти всем тем, кто проявил отвагу и мужество. Истинный патриотист, те, кто с честью выполнили свой долг перед Родиной и народом. Мы надеемся, что аллея станет местом встречи пограничников, местом воспоминаний единения. Здесь собраны или установлены бюсты ветеранам, погибшим в разное время, служившим в разное время в пограничных войсах. Но главное, трое из пяти установленных бюстов служили здесь в составе нашего пограничного управления. В свое время, когда он был сухумским пограничным отрядом, черкесским пограничным отрядом, он сейчас пограничное управление. Благоустройство аллеи, разумеется, не ограничивается установкой бюстов защитникам рубежей Отечества. Здесь обновили тротуары, вместо асфальта уложена плитка. Установлены бордюры, лавочки, фонари. Кроме того, в следующем году предполагается поставить на аллее памятник пограничникам всех поколений и стену памяти с именами земляков, которые в разные годы защищали границы нашей страны. Артур Макцей, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.